Многие из этих ребят уже достигли 18 лет, а значит, помимо прочих прав и обязанностей, они получили возможность стать участниками избирательного процесса. Депутаты городской думы Черкеска говорили со студентами о значимости проведения выборов, о необходимости уважительного отношения к данной процедуре. Ведь, как правило, на выборах более активными остаются представители старшего поколения, а молодые люди не всегда спешат исполнить свой гражданский долг. Лишенец. Вот кто-нибудь знает значение этого слова? Лишенец. Вот это было такое наказание, в первые годы советской власти было такое наказание, это граждане, которые лишались избирательных прав. То есть, если сейчас мы достаточно часто ведем работу, приглашаем на выборы, уговариваем даже прийти на выборы, делаем все для того, чтобы вы пришли на выборы, то в свое время, чтобы не допустить к выборам человека, это было серьезным наказанием, которое относилось к уголовно-процессуальному контексту. В ходе этой беседы члены партии «Единая Россия» рассказали студентам и о том, как прошли выборы депутатов Думы муниципального образования города Черкеска, какие партии были допущены к голосованию, какие набрали наибольшее количество голосов и, конечно же, поведали о том, каким образом «Единая Россия» отбирала кандидатов-депутаты. Напомню, что до выборов было проведено внутрипартийное голосование. На выборы депутатов Думы муниципального образования было выдвинуто 81 кандидат, то есть участник предварительного голосования. Вы знаете, 22 мая проходила процедура предварительного голосования и, значит, по второй модели, то есть были задействованы 1300 выборщиков, которые провели голосование. И в результате голосования, рейтингового голосования, были отобраны 41 кандидат в депутаты Думы муниципального образования для участия в выборах. Студентов же интересовалось, какими пожеланиями чаще всего обращаются к представителям партии и их избирателям. Как правило, горожан волнуют проблемы в сфере ЖКХ, благоустройство дворовых территорий и улиц города, отметили выступающие. Несмотря на то, что в последние годы город Черкес значительно преобразился, все же есть над чем работать, подчеркнул Алексей Ганшин. И для партийцев немаловажным является мнение самих горожан, было отмечено в беседе. В ходе предвыборной кампании члены партии, помимо всего прочего, проводили встречи с гражданами и все озвученные пожелания теперь лягут в основу специально созданного документа. И вот сейчас по завершению процедуры выборов мы подготовили перечень вопросов, наиболее интересующих наших жителей города, для того, чтобы включить в программу для дальнейшей работы фракции партии «Единая Россия» в Думе муниципального образования города Черкесска, а также для передачи этих всех вопросов, для исполнения в мэрию города Черкесска. Ребята попросили добавить в этот перечень вопросов еще один пункт. Им бы хотелось, чтобы высшее образование стало более доступным. Здесь, впрочем, не все зависит от городской думы. Скорее, решение данного вопроса в компетенции федеральных структур подчеркнули члены партии. В свою очередь, недавно избранный депутат городской думы, а также ныне председатель федерации смешанных единоборств Республики Руслан Карданов, призвал молодежь быть более активной. Ведь, по его мнению, если хорошо учиться и не лениться, можно достигнуть больших высот. Говорят, Америка – страна возможностей. Я не соглашусь с этим, потому что наша страна – возможностей огромнейших. Просто нужно проявлять инициативу. Если сидеть, ждать, что кто-то придет, кто-то принесет, поможет, этого не будет, ребята. Вы вот сейчас молодые в начале жизненного пути, вы должны сами сделать шаг. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.